Велосотка В этом году, кстати, впервые, наверное, за существование Велосотки мы решили ввести какие-то категории для участников. В частности, их будет четыре. Первая основная категория – это аматоры. В ней принимает основная масса участников. То есть все люди, которые или уже участвовали в Велорале, или впервые участвуют. Обычно это делится пополам, как 50 на 50, либо новые участники, либо те, которые уже не один год ездят. Это вот такая основная большая масса людей. Плюс дополнительные категории, например, это профессионалы, профи. В ней принимают участие ребята, которые хотят проехать трассу Велосотки на скорость. То есть показать какой-то временной результат, посоревноваться между собой. Соответственно, они будут награждены на финише, как полагается в спортивных соревнованиях. То есть первые три места. Первые три места мальчика, первые три места мальчика. Вы помните, кто в прошлом году лучший результат какой? В профессионалах? Да. Два часа сорок семь минут. Это был результат прошлого года. Очень серьезный результат. Есть еще аматоры, вы сказали, экстремалы. Кто такие экстремалы? Не экстремалы, а оригиналы. Категория оригиналы – это ребята, которые хотят поехать на Велосотку на каком-то необычном велотранспорте, назовем это так. То есть начиная от тандемов обычных, заканчивая какими-то вообще хендмейнами и велосипедами. Вот мы рассчитываем, что будет участник, который поедет на велосипеде, сделанный из дерева. Мы вот ждем с ним пока связи, но я думаю, что это будет интересно. Но это отдельная какая-то такая каста людей, которая могла быть. Но их немного сейчас, да? Их пока немного, но мы надеемся, что ближе к мероприятию все-таки ребята созрелут и поедут. Что по поводу видеофиксации? Видеофиксация тоже. Это такое новое введение. В этом году раньше, опять же, этого не было. Мы бы хотели осветить для массы людей и участников, и тех, кто следит за событием, осветить именно те моменты, которые будут происходить на контрольных пунктах в Велосотке. В частности, это село Мирное и село Боробой. Там всегда готовятся очень тщательно эти контрольные пункты. Помимо того, что они судейские, там отмечаются результаты участников, когда они проезжают. Эти результаты идут в электронный протокол, который мы уже обрабатываем на финише. Плюс в этих селах организовывается какой-то праздник, угощение для участников, горячий чай, полевая кухня. Каждое село, сельсовет помогает этому мероприятию ежегодно. Это уже традиция незыблемая. И в этом все как-то активно и с удовольствием принимают участие. Да, и поэтому было бы неплохо, если бы не только сами участники, проезжая через эти контрольные пункты, видели, как там все происходит, но и те, кто на финише, просто встречающие люди или гуляющие. Скажите, а вот сейчас выбрано все-таки в апреле еще, когда не очень холодно, уже не очень холодно, не очень жарко еще. В прошлый раз это было летом, совсем было жарко. Вот это оптимальная погода, сезон для заезда такого серьезного? Самые оптимальные сезоны для велозаездов, это, конечно, весна-осень, когда не сильно холодно и не сильно жарко. Ну, то есть, к чему я говорю? В прошлом году были случаи, когда людям становилось плохо из-за жары. В этом наверняка это будет случаев совсем немного или вообще не будет? Я надеюсь, что не будет таких случаев, но все равно мы к ним готовы, будем реагировать. Опять же, из нововведений электронных, у каждого участника будет приложение на мобильном телефоне, когда он сможет вызвать помощь, обратившись к оператору. Ну, кроме этого приложения, мы уже немного о нем успели поговорить, будет еще и специальный чип, это тоже только в этом году введена такая мера, я так понимаю, с целью экономии времени. Да, это не только экономия времени, это еще и экономия людских ресурсов. И чтобы избежать какого-то человеческого фактора в судейских моментах, мы вот внедряем, идем в ногу со временем, внедряем электронную регистрацию. В этом году мы остановили свой выбор именно на RFID-метках. Они показали более надежный результат в точке зрения судейства. То есть на номере участника, каждого, кто участвует в велосотке, клеится небольшой чип, который автоматически считывается при старте, на двух контрольных пунктах по трассе и на финише. Не сложно это все освоить, это будет легкая инструкция в начале, и это все понятно. Можете вкратце призвать людей, тех, кто, возможно, нас слушают, но еще не собрались? Конечно, я бы хотел... И вообще тенденция в велосотке такая, что с каждым годом все больше и больше людей принимают в нее участие. Приезжайте, регистрируйтесь, регистрация открыта вплоть до момента. Давайте еще раз напомним дату, когда это важно. 8 апреля. С 9 утра открывается регистрация на старте. Приезжайте в 10 часов, будет старт. Ну, желаем вам удачного забега, как говорят. В студии был Сергей Торонченко, главный судья велоралли, которая пройдет уже вот-вот 8 апреля. Кто действительно еще не решился, есть немного время подумать. И присоединяйтесь к большому и длинному в данном случае спорту. Спасибо вам большое. Прерываемся на 2 минуты буквально и встречаем экономиста. Поговорим об экономических новостях. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова